Так, идем дальше. Заголовки. Тоже очень важный элемент в тексте. Уже я проговорила несколько раз, да, это заголовки. Ну, здесь вот пример такой простой. Это моя статья, и здесь, смотрите, вот есть абзацы, и по смыслу они, соответственно, объединены заголовками. В принципе, я могла бы просто написать сплошным текстом. Это, кстати, недавняя статья про пингбеки и трекбеки. Но читать такую статью достаточно сложно. Много текста, и шрифт одинаковый, и ничего не выделяется. Соответственно, я разбиваю группы абзацев, разбиваю заголовками. Знаете, да, что когда приходите на статью, даже за собой наблюдали, когда вы читаете текст, сначала вы читаете именно заголовки в тексте, затем списки, потом попадаются в глаза выделенные, выделенные слова, допустим, жирным. И только после этого, если вы видите, что статья достойна вашего внимания, вы ее читаете целиком. Так, идем дальше. Заголовки. Ну, посмотрим, да, сначала, как это выглядит. Заголовки, так же, как и списки, необходимо создавать с помощью специальной кнопки в редакторе. Делается это из выпадающего списка абзац. Когда вы нажимаете на абзац, у нас выпадают следующие варианты. Заголовок 1, заголовок 2, заголовок 3, 4, 5 и 6. Самый большой заголовок номер 1, самый маленький заголовок номер 6. В прямом смысле, и вот так вот визуально они будут выглядеть. То есть самый большой 1, самый маленький 6. Но в шаблоне AB Inspiration есть возможность назначить свои размеры данных заголовков. То есть для заголовка 1 сделать один размер, для 2 второй какой-то другой размер, поменьше и так далее. То есть вы можете это все сделать самостоятельно. Итак, давайте посмотрим для начала, как выглядят заголовки в редакторе визуально. То есть когда вы создаете заголовок, то у вас в редакторе будет это выглядеть вот таким образом. Но если мы переключимся в режим текст, посмотрите, что у нас получается. Текст, который у нас является заголовком, обрамлен тегом, html тегом h1, h2, соответственно второй заголовок, да, h3, h4, h5 и h6. Буква h – это от слова heading, что переводится «заголовок», опять же английский, да. Итак, почему, собственно, да, вот важно заголовок делать именно в html? Потому что html, опять же, видят поисковики, и чем больше заголовок, тем для поисковика это сигнал, что это важная информация, важное ключевое слово, которое там несет, ну, смысл, передает смысл статье. Они это очень здорово учитывают. Итак, в тексте, когда вы публикуете статью, выглядит это вот так. То есть заголовок h1 самый большой, 2 поменьше, 3 и так далее. Рекомендации по заголовкам. Используйте в тексте заголовки 3 и 4. Друзья мои, это очень важно, потому что по правилам html, по правилам, точнее, seo, на странице может быть один заголовок h1, то есть это самый главный заголовок, это самая главная фраза, и поисковик вот считает, что это самое-самое, да. h1 у нас должен быть один. И h1 отдан у нас для заголовка статьи. То есть заголовок статьи на нашем блоге, это и есть заголовок первый. И он должен быть один на странице. Нельзя больше на странице вот дальше в тексте использовать h1. Точнее, вы можете это делать, но это не очень правильно. Вы можете использовать h2. Ну, к примеру, на странице у вас может быть, условно, скажем, два заголовка второго уровня, да. h3 вы можете использовать там 3, 4 и так далее, ну и так далее. То есть чем меньше заголовок, тем больше вы в тексте можете его использовать. h1 всегда один. И он у нас есть в заголовком статьи. Вот это запомните. Дальше, старайтесь не использовать заголовок h1, да. Объединяйте 3-4 абзаца с заголовками. Это я уже говорила, еще раз повторю. Пишите заголовки перед списками. Тоже, кстати, интересно. Допустим, у вас абзацы снины и озаглавливайте списки тоже заголовками. Ну, либо можете выделить жирным, не обязательно. Используйте ключевые слова или запросы в заголовках. То есть понятно, да, что если поисковик считает заголовок важной фразой, то, соответственно, мы туда должны также включить ключевое слово нашей статьи, чтобы помочь поисковику понять, о чем наша статья. Продолжение следует...